Показываю разойтись. Отлично. Давайте их выкурим. Начинаем, ребята. В атаку! Невероятно. Меня же любит народ. Но... Приготовиться, ребята. Приготовиться. Давайте. К заводу. Смесьте с забора. Смесьте с забора. Твою мать. Ты сукин сын. Вали их, ребята. Нет. Нет. Нет, нет. Ох! Ха! Ох! Ох! Вах! КОНЕЦ Убиты четыре человека. Они стреляли из автоматов, папа. Только Господь знает, на что еще они способны. Один из них был мальчишкой. Ему недавно исполнилось девятнадцать. Его друг сказал, что он был идеалистом. Он верил в мир. Говорят, что на похоронах будет около пятнадцати тысяч человек. Привет, Казанс. Мистер Форд. Рад видеть. Вроде бы только вчера работали у меня на залоде. И вроде бы только вчера вы меня уволили. Казанс, ты... Сенатор Соединенных Штатов Америки, Казанс. Точно. Так что вы здесь делаете, мистер Казанс? Я приехал сюда в качестве сенатора, входящего в комитет по безопасности. Понятно. Похоже, что у вас были проблемы с вашей охраной и очередными инвестициями. Если честно, в принципе, это вас не касается. Вообще-то ваш сын пытается инвестировать в ваш завод, причем вполне легально, в отличие от остальных случаев. Правда? Да, и, между прочим, он пытается вам помочь. Вам придется ответить за свою охрану. Вы продемонстрировали свое отношение к обществу. Великий Генри Форд стреляет в невинных людей, чтобы спасти свою репутацию. Моя репутация – это ненавидеть банки. Я ненавижу банкиров. Провались они пропадом. Так и будет. Я собираюсь рекомендовать правительству не вносить никакие инвестиции вашему сыну, так что посмотрим, что вы будете делать. Припасите свои словечки для того, чтобы пугать банкиров. Меня не напугаете. Эдсел? Эдсел? Как же ваш сын? Вы его бросите? Что это значит? Мне известно, что ваш сын имеет какое-то отношение к расстрелу мирной демонстрации. Да, мистер Форд. Присматривайте за своим маленьким мальчиком. Привет. Я пришел к мистеру Форду. Привет. Где Эдсел? Он плохо себя чувствует. Я знаю, я хочу помочь ему. Тогда уходи. Оставь его в покое. Пришел мой отец. Мой любимый папа. Почему ты сидишь в темноте? Это мой новый стиль, папа. Значит, ты пришел, чтобы спасти своего родного сына. Когда они приезжали? Вчера. Вчера я был полным сознанием. Сегодня я немного не в себе. Все понимаю, но не в себе. Насколько все плохо? Рассказывай. Говори, скажи мне. Двадцать. Двадцать миллионов. Все исчезло. Ничего не осталось. Ничего. Ты что, слишком богат? Так богат, что можешь смеяться? Как насчет твоей семьи? Насчет Генри? Ты такой забавный. Ты никогда меня не разочаровываешь. А? Почему? Ты думал, что я смогу тебе помочь? Да. Да, потому что ты мог это сделать. Ты мог об этом подумать раньше. И делал не только вам. Как насчет тех старых инвесторов? Как насчет тех, за которых ты все время держался? Как насчет них? Ты говоришь не об обычных людях. Ты говоришь о кучке придурков. Опять все заново. Ты когда-нибудь меня слушаешь? Слушаю, я знаю, что я прав. Значит, ты не хочешь. Не хочешь мне помогать. Я помогу тебе, сынок, но нужно избавиться от этих банкиров. Прекрати. Нет, нет. Я плачу не из жалости к себе. Я плачу лишь потому, что я не могу больше тебя ненавидеть. Я перечислю пару миллионов. Я плачусь на твой счет. Все будет хорошо. Помнишь, когда тебе было 12 лет, ты приходил ко мне после школы? Я видел твои книжки на моем столе. Я думал, что так будет каждый день. Ты убегал куда-то, смотрел, как работает двигатель, и... Мне остановилось не по себе. Потом ты снова возвращался. Помнишь те времена? Нет. Не помнишь? С вами новости компании Mutual News. Говорит Корбин Аллен. По Соединенным Штатам прокатилась волна банкротства. Некоторые крупные компании оказались на грани банкротства. Рабочие крупных компаний продолжают объединяться в сообщество по защите своих прав. Форд заявил, что он собирается бороться с незаконными рабочими объединениями. И что он не допустит произвола. Ну что, Волтер, каково это находиться в сердце вулкана? Форд везунчик, он сильный парень. Не выберется из любого дерьма. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, мистер Форд! С днем рождения тебя! Спасибо, большое спасибо. Похоже, что мои ноги застряли в этом торте. Значит, мне придется затушить свечи. Если бы я был наполовину моложе, то я смог бы... Помоги, Генри. Винсент, помогите. Помогите своему дедушке. Давайте. Приготовьтесь. Задуваем, когда скажу... Вперед! Вперед! Привет, Волтер. Как поживаешь? Снимай все. Снимаю, снимаю. Отлично. Получи. Снимай там. Вон там. Горячих снимков захотел? Дай сюда камеру. Не трогай камеру. Что теперь будешь делать, Волтер? Итак, поздравление. Пришло много поздравлений, но хочу зачитать это. Поздравляю американца, который изменил мир своими гениальными разработками. Отпись. Франклин Рузвельт. Рузвельт. Мистер Форд. Да. Позвольте представиться. Герхард фон Клаус. Генерал немецкой армии. Вас поздравляет. Весь немецкий народ. Мы так восхищены вашим успехом и большой работоспособностью. Большое спасибо. Также я должен передать вам личное послание от самого фюрера. Он приказал мне передать вам, что он восхищен тем, как вы отзываетесь о еврейском народе. По-моему, хватит. Не хватит. У вас с Гитлером очень схожи политические взгляды. Он ведет жесткую политику по отношению к евреям. Он восхищен вашей гениальностью и велел передать вам подарок. Представляю вам медаль нашей немецкой земли. И пусть ваша философия о чистоте расы процветает. Хайль Гитлер. Объединение. 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 Борис. 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 Новости есть? Выкладывай. Что ты думаешь по поводу объединения? В смысле? Рабочие нашего завода начали забастовки и требуют смещения с поста руководителя. Сколько на моей стороне? Два процента, папа. Если честно, то менее двух процентов доверяют тебе. Надеюсь, ты ни за что на меня не в обиде? Ты более чем щедрый. Я помню, как будто это было вчера. Ты была так прекрасна. Так свежа. Пожалуйста, не говори, когда это было. Я все помню. Я все помню отчетливо. Я не хотел это забывать. Я тоже. Деревья, эти люди, которые на меня смотрели. Я ехал в город. Было так спокойно, как будто я управлял всей страной. Мы с тобой познакомились. Начали понимать друг друга. Но что произошло? Мы становимся жестче, уродливее в душе, скупее. Я не знаю, что случилось с тем сном. Мы прерываем нашу передачу по причине срочных новостей. Американская военная база на Гавайях была подвергнута бомбардировочному удару со стороны японцев. Как сообщают... Нэт? 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 Японцы напали на Пёрл-Харборд. Я слышал новости. Я пойду добровольцем. Не спеши, приятель. Нет, ради бога, нет. Мне пора. Этсел, куда ты едешь? Я еду на завод. Нужно посмотреть, что к чему. Все будет нормально. Я буду поздно. Все не так-то просто. Мы не успеем в сроки. Или мы строим дополнительные линии, или можем забыть о новом контракте. Это не решение, Джим. Совсем не решение. Здесь можно... Мистер Форд. Что? Я по поводу танка. И по поводу пулеметной установки. Я думал, вы закончите через два дня. Да, сэр, но были небольшие проблемы, и мы не успеваем. Когда закончу, сразу подойду к тебе. Прошу прощения, по телефону спрашивают о гидравлических приводах, которые мы должны были сделать вчера. Требует отчета. Прошу прощения. Дайте мне его телефон. Я ему позвоню. Это очень важно. Заказчики требуют срочного выполнения. Они сказали, что порвут с нами контракт и полностью прекратят отношения. Скажи им, что наши сроки еще не вышли. Пусть выписывают чек. Мы что, должны за один день все сделать? Скажи им, что все будет готово в срок. А пока пусть готовят чеки. Хорошо, сэр. Прости, я просто весь на нервах. Этсел, когда мы с этим закончим? Утром. Утром я еду в Вашингтон. Как насчет пулеметов? Прости, Джим. Продолжай. Может быть, здесь? С возвращением, мистер Форд. Спасибо, Маргарет. Доброе утро, мистер Форд. Привет, Сьюзи. Доброе утро, мистер Форд. Как дела? Спасибо, хорошо. Доброе утро, мистер Форд. Вы вовремя вернулись на работу? Что у тебя? Они не могут ждать Вас вечно. Мне нужны подписи на первых пяти страницах. Мистер Уиллис ждет Вас в кабинете. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро, Гасс. Привет. Ну что, насколько все плохо? Мне нужно знать точно. Все просто ужасно. Конгресс требует немедленного расследования. Значит, мы можем потерять контракт? Это хорошие новости. Садись. Что ж, черт подери. Проведем реорганизацию. Начнем все заново. Можно построить еще одну линию. Конвейерные линии не проблема, все намного серьезнее. Беннет. Как всегда. Папа. Папа. Ты должен поговорить насчет нового контракта. Шеф по производству в моем кабинете. Помню, как на этом станке мы с ребятами сделали свою первую машину. Я так горжусь своими рабочими. Папа, послушай, Конгресс хочет провести расследование и узнать, почему мы не можем выполнить контракт в срок. Первая машина. Мы можем потерять контракт, понимаешь? Отличный станок. Помню, как мы замерзали и заворачивались в одеяло, потому что был холод. Холод. Папа, выслушай меня, сконцентрируйся. Новая линия. Я сделал первую машину. Дель Ти была отличной машиной, просто идеальной. Все. Он не может. Он просто не может это сделать. Он не может сделать это без моего разрешения. Может, твой отец подписал приказ? Чертов приказ. Он знал о коррупции на нашем заводе. Я не могу. Я пришел попрощаться, сказать спасибо. Надеюсь, ты меня не забудешь. Все нормально, Этсел? Этсел? Нет. Нет, все в порядке. Я хочу сказать, что на самом деле, все, что мог, я сделал. Надеюсь, когда-нибудь ты станешь управлять всем заводом, и мы смогли бы, смогли бы тогда, мы бы смогли... Этсел! 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 Господи! Этсел! 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 Продолжение следует...